МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Заказнике площадью более 7 тысяч гектаров в радиусе 3-4 километров, который раскинулся, входят озера, болота и леса, в том числе и Осташковского лесничества. Именно там, где природоохранной прокуратурой была предотвращена вырубка зеленых насаждений. Речь идет не о 2-3 гектарах земли, а о незаконно сформированном земельном участке сельхозназначение площадью более 205 гектаров. То, что вы видите желтым, это как раз именно тот земельный участок. Раньше эта земля находилась во владении коллективно-долевого сельскохозяйственного предприятия. Потом перешла в частные руки. Выяснилось, что участок полностью входит в состав Осташковского лесничества и находится в границах государственного природного заказника «Исток реки Волга». На момент прокурорской проверки субарендатор активно вел подготовку к вырубке леса. Немыслимо, что у некоторых дельцов появляется желание рубить лес в этом святом для каждого россиянина месте. Это же наше богатство, это наша Россия, которую необходимо беречь для будущих поколений. Исток реки Волга в деревне Волговерховье – уникальный объект природно-исторического, культурного и духовного наследия России. Исток Волжье – туристический объект не только общероссийского, но и международного масштаба. С целью возвращения земель лесного фонда в государственную собственность природоохранная прокуратура обратилась в суд. Решением суда требования прокуратуры были удовлетворены. В целях сохранения лесных ресурсов, также по требованию природоохранного прокурора, судом было наложено обеспечение в виде ареста земельного участка и запрета на произведение вырубки в данных лесах. Возвращение земель лесного фонда в собственность государства, внесение изменений в Единый государственный реестр недвижимости находится на контроле природоохранной прокуратуры. Редактор субтитров А.Семкин